I have ways of blowing things up. Делал мне лайк, пожалуйста, в любой момент. А во-вторых, да, 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 я понимаю, что я могу это ударить, все дела. Спасибо огромное слаг. Да, подсказал мне немножечко, капельку, куда идти. Я это место не заметил. Вот. Ну, сейчас попробуем туда пробраться. Кстати, спасибо всем, кто писали комменты насчет того, что, типа, кого фига ты делаешь, почему ты постоянно жмешь пробел. Я не постоянно жму пробел, ну, как бы, да, были моменты, когда я постоянно жал, но это скорее на панике, когда ты уже видишь, что он не вывозит, это такое, я хочу второе ускорение, второе ускорение. Проблема в том, что вот попасть в горизонтальную трубу почему-то не всегда получается по-человечески. Вот. И ты думаешь такой, ну, у тебя там каких-то полторы секунды, ты тратишь этот самый, там, драгоценный кислород кое-как. Вот. А... Спасибо тебе огромное, блин. Дай хоть за душами-то своими схожу. Вот. И, в общем-то... Короче, ребят, на данный момент моя основная претензия к этой игре... У меня их накопилось несколько, но основная остается такой же, как и раньше. Это всратые паркуры, всратые передвижения. Они просто максимально... Отвратительные. Вот почему я там не могу встать? Вот что не... Офигенно! Вот смотрите, я туда перепрыгнул. Знаете, что к черту? Просто реально к черту. Я не пойду. Я там встал, вот так вот... Короче, забейте. Пробуем. Вот видели, сколько времени я там потратил? И все. И сейчас из-за этого я уже не всплыл. Да, да. Потому что... Я просто в горизонтальную трубу не могу попасть. Я жму туда вперед. Я сейчас нажал пробел один единственный раз для придачи себе любимому ускорения. Один раз он ускорился. И все. После этого пробел... Ну, грубо говоря, ускорение. Просто мы говорили об этом со слагом. Он, видимо, использовал клавиатуру. Хотя, наверное, нет. В общем, пробел имеется в виду ускорение. Я играю на геймпаде, если что. Но я думаю, вы с самого начала видео понимаете, о чем я говорю. Так вот, ускорение я придавал себе только один раз. И после этого... Да лезь туда же ж, пожалуйста, же ж. Проблема, я же говорю, опять же, в том заключается, что я не могу... Нормально залезть в трубу с первого раза. Если это не получается, то... Существо гарантированно тонет. Отлично, что там эта фиолетовая ящерица. Я ей просто рад до усрачки. На тебе! Утони, скотина! Ай, поехали вниз. Нет, ты меня не видел, ты ошибся. Так, залезли. Хорошо. Один разочек ускоряемся. Залезли. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот это фигня, как я ее обожаю. Прыжки по стенам, блин. Так, хорошо, выползли. В общем, где тут это место? Сейчас попробую его найти. Мне его показали, спасибо огромное. Вот. Сейчас глянем, как это все будет работать. Да, я заполз. Отлично. А тут у нас ящерка. Как раз вот это вот... На тебе по... Я пошел отсюда. Я в первый раз сюда попал, я не хочу все с первого же раза просрать. Извините. И! Молодец. Сюда. Можно не задохнуть сейчас? Иди, ты знаешь, куда птичка? Утони, пожалуйста. Ты можешь утонуть? Ну, почему она не утонула? Где я вообще? Так, я здесь. Я понимаю, что мне нужно в другую сторону. Там просто была ящерка. И раз уж у меня есть возможность пока что портнуться сюда... Спасибо тебе огромнейшее, что ты же не держишься, ни хренища. Ля-ля-ля-ля-ля. Поехали. Это надо для того, чтобы запрыгнуть наверх, а потом сверху нужно присесть, чтобы запрыгнуть сюда. Я вас понял. А как мне при этом всем сделать, чтобы меня не сожрали? Ну, а как мне сделать тогда длинный прыжок, если он не цепляется? Так, это не получается. Ладно. Можно, кстати, вниз попробовать. Давайте попробуем. Окей, я здесь. Где здесь, не знаю, но где-то здесь. Здесь есть еще две трубы. Здесь можно, кстати, пожрать, если получится. Зачем-то выпрыгнули. Так, это копье? Копье. О, с копьем я могу вернуться. Так, труба вниз и труба сюда. Мне, кстати, вот, да, подсказали, что мне в ту вот трубу направо куда-то, ну, дорожка идет. Я, в принципе, понимаю, что игра нас идет направо, да. Ну, тут есть пока что... Спасибо тебе, огромные водоросли. Она меня может там схватить или нет? Давайте я попробую еще вот в эту фигню, мне кажется. Я не смогу, да? Вверх! Ага, это вот такое вверх. Тут меня сейчас птичка схавает, это я тоже понимаю. Тут можно залезть. Офигеть, как здесь. Я уж не знаю, красиво, некрасиво. Как это называется. Тут можно нажраться прям. Так, хорошо, мы съели абсолютно все. Где мы? Тут еда. Это чисто башня такая. А туда нам зачем? Есть еще одно копье. О, пересеты. Хорошо, поехали. Мы сейчас, напоминаю, все это время тратим время цикла. А цикл заканчивается твою за ногу. Я только сейчас посмотрел, сколько времени я на это все потратил. Вниз! А, мне уже не важно. Почему? Там же был... Была эта фигня. Хорошо. Хорошо. Ладно, по крайней мере, мы немножечко продвинулись, увидели что-то новое. Уже спасибо на этом. Смотрите, одна маленькая тырдочка, которую я не заметил в прошлый раз, когда там бился головой. И сколько оно мне дало нового пространства. Не то, чтобы я продвинулся как-то по игре, но все равно интересно, увидел новые места. Вот оптичка меня немножечко настораживает. Ну вот, стало играть сразу интереснее. Я говорил, что у меня основная проблема с тем, когда... Не потому, что меня часто убивают или потому, что я часто помираю. А, во-первых, потому, что меня часто убивают из-за кривых механик. Вот это раздражает. А второе, что раздражает, это если приходится делать одно и то же. По многу раз, не по своей вине. Мне, по сути, нужно добраться к вот этим вот цветочкам. Не трогай меня. Но добираться мне к ним придется... А, пьявки! Да, да, все, я понял. Загружайте меня заново. Ну все, все, утонул, давай. Спасибо. Сейчас, если мне повезет, я туда доберусь еще раз. Вот та фишка сверху, туда, где я добрался к насекомым, место, кстати, очень красивое. Извините. Я не знаю, если оно служит каким-то целями, или оно просто существует, но мне там понравилось. Мне это сейчас немножечко напоминает дорогу к боссу в Dark Souls, а только тут нет босса. Пока что никак, блин, надеюсь, и не будет, ну вы к черту. Поехали еще раз. А я не могу взять, а у меня руки заняты. Че, че я съел? Ничего ж не... А, ну мне типа второе эту дали. Съем одну фруктинку, чтобы хотя бы можно было лечь поспать, если я найду убежище. Залезь. А можно, пожалуйста, по-нормальному-то... Нормально, я не хочу... А, так, ладно, успокаиваемся, успокаиваемся. Хотел сказать, что вот смотрите, меня сейчас опять сожрет, но нет, я отмахался как-то. Тоже как-то выжил с первого раза, вы вообще не спрашиваете, как? В смысле ты тут за... Ты что, не додышался в этом кармане? Иди ты нафиг! Почему таймер не обнуляется, когда я на... Игра просто, просто, просто иди убейся об стенку! Какого черта? Мало того, что у меня нету никакого счетчика на кислород, никакого таймера, я должен как-то это сам все запоминать. Окей, это я... Это неприятно, но я уже как-то с этим научился жить. Почему таймер на кислород не обнулился, как только я всплыл в воздушном кармане? Почему он задохнулся? Сколько мне нужно там провести времени, черт побери? Вот это сейчас было... Это даже не жестоко, это просто глупо, какого фига? Смотрите, мы потратили уже... А, ну да, давай, хорошо. Приятного аппетита. Оп! Давайте еще раз сходим, да? Мы вот за вот эту серию, мы один разочек прорвались и увидели, что там происходит. Все остальное время мы вот просто пытаемся туда добраться. Знаете что? В этот раз я не буду это вырезать, потому что я, наверное, немножечко уже перегорел в других играх, когда вот в таких случаях мне приходится тратить по часу, по полтора на то, чтобы записать полчаса или 40 минут реального контента. Почему у тебя копье-то выпало? Я же его не бросал. Хотите мучиться? Мучитесь вместе со мной. Так. Если мы сейчас опять туда попадем, если у нас получится, если они нас не сожрут, не заклюют, не заплюют, не захаркают, не затычут. А, я молодец-то. Ну, по крайней мере, копье подобрал. Это ящерка, которая охраняет, я ее просто обожаю. Давай, глиста, плыви. Дыши, дыши с когтей на дна. Вот, носом по зелени тебя вот так вот повожу. Вот так, вот так, вот так. В каждую ноздрю кустик себе запихни. Все, пылыли дальше. Я не знаю, что со мной будет. Мои нервы не были к такому приспособлены. Ну, это же офигенно. Это единственная дорога, куда я могу пойти. Там флексит ящерка. Ну, то есть, мы же все прекрасно понимаем, что это единственное, что может сейчас сделать ящерка. Флексит там. К черту. Пойду и убьюсь об нее. Ну, потому что я не буду ждать, пока она свалит. Тут пиявки. Мне даже не нужна ящерка, чтобы убиться. Там рядом находятся пиявки, а выпрыгнуть из воды с первого раза, ну, практически не... Идите, идите, все жрите. Там много нормальной. Я покушал фруктиков до этого, вам хватит. Ящерку сожрите, блин, нафиг. Ящерка умеет плавать? О, моя тушка всплыла. Идем еще раз. Идемте еще раз. Давайте, идемте еще раз. Ну, почему же нам не сходить еще раз, да? Что вы знаете про безумие? Пойдемте. 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 То есть, я когда бомбил насчет темного уровня, что мне приходилось там много раз делать одно и то же, чтобы пройти одно и то же. Вот тогда это была даже не половина того бомбежа, который происходит сейчас, если что. мне сейчас прямо практически физически больно. Я, на самом деле, нет. Я пытаюсь понять, зачем это разработчикам. И еще, да, тот вопрос, который мне появился, который я вот обсуждал как раз и со слагом, и, в принципе, задавался этим вопросом. Почему игра сделана таким образом, что у персонажа нет вообще никакого развития и прокачки? Ну, то есть, никаких дополнительных навыков, вторых, третьих, десятых прыжков, всякое такое. Вообще ничего на протяжении игры не появляется. То есть, ты начал игру с одним умением, ты с этим же умением игру и закончишь. Хотя, локации более жесткие. То есть, смотрите, локации потихонечку меняются. Они становятся то темными, то водяными, то еще что-то, что требует от тебя больше ловкости, больше умения, больше всего тварина, чтобы ты вздох. Но при этом, сам персонаж не развивается абсолютно никак. А что мне делать? Почему пиявки на ящери... Кстати, кстати, давайте так, почему пиявки не реагируют на ящерку? Что здесь происходит? Почему это происходит? Почему ящерица умеет вдруг плавать, блин? Я понимаю, что это там рептилия, всякая такая, ну, нет, ни жабр, ни хренища. Почему она не задыхается? Я тут, короче, как самая слабая чмок, которая, в принципе, существует на этой карте. Вот, но при этом... Ну, я здесь, иди сюда. Он, он, он там будет сидеть. Ну, и сиди дальше. Нет. Как я это сделал в прошлый раз? вот так я это сделал в прошлый раз. Игра. Возьми, пожалуйста, с разбегу и убейся об стенку. А мне же туда еще допрыгнуть надо, да? я пошел отсюда. Я пошел отсюда. Птичка, птичка, иди нафиг, пожалуйста, иди с разбегу, убейся обо что-нибудь. Почему никто никого не жрет, никто не дохнет? Короче, ладно, вот эту штуку надо сожрать, скорее всего, чтобы дышать под водой. Скорее всего, я говорю, потому что я этого еще ни разу не пробовал. Я в первый раз сейчас ее вообще пощупал, но, блин, как только меня не сожрала ящерица, как только меня не утопили пиявки, как только я хоть раз прикоснулся к этой фигне, моментальнейшая игра наказала таким образом. Спасибо огромное. Хорошо, едим. Так, я на данный момент, я не знаю, сколько у нас тут времени до конца серии осталось, сколько я еще выдержу, во-первых, и пройдемся. Вот, пройдем ли мы дальше? Поэтому я же говорю, что у меня нет никакой уверенности, что мы в этой серии продвинемся хоть капельку, хоть куда-нибудь. Наверное, очень смело с моей стороны и предполагать, что мы найдем следующее убежище. Ну, я типа хаваю одну вот эту ягодку, именно с теми мыслями, что, возможно, я найду еще одно убежище, и мне там удастся поспать. На тебе, тварина, по горбу. ну вот, ну вот смотрите, сколько я не доплыл, смотрите, сколько я не доплыл, смотрите. хорошо, хорошо, поехали дальше. Поехали дальше. Короче, каждый раз, когда происходит такая вещь, у меня вопрос не к игре, у меня вопрос именно к разработчикам, потому что игра сделана очень приятно, ну, то есть, находиться в ней приятно, играть за этого персонажа приятно, паркур, нет, не-не-не-не, извините, надо пойти язык вымыть смылом, паркур здесь отвратительный, но само передвижение на персонажа ощущается очень приятно, если бы паркур здесь был сделан по-человечески, чтобы он, например, сам цеплялся за вот эти палки, а не это происходило через раз, вот как мне сейчас, вот как, вот, вот, вот почему он сейчас не цепляется, вот сейчас зацепился, вот так вот, короче, все происходит настолько рандомно, все происходит настолько спонтанно, ты никогда не можешь предсказать, чем закончится, спасибо, тот или иной прыжок, ты никогда не можешь предсказать, чем закончится то или иное проплытие там куда-либо, вот, и всегда не хватает где-то буквально какого-то полмиллиметрика, всегда у тебя вот это вот ощущение, что тебе не хватает какого-то полмиллиметрика, то тут, то там. Чуть-чуть не хватило воздуха, чуть-чуть не хватило допрыгнуть, чуть-чуть не хватило того-то, чуть-чуть не хватило сего-то. И вот это, пожалуй, раздражает больше всего. То есть разработчики прекрасно понимали, что вот этот вот трюк или вот эта вот штука, она находится на самой грани того, что может делать персонаж, новых умений персонаж не получает, и паркур абсолютнейшей кривой. И то есть ты получаешь такую гремучую смесь, в которой ты без понятия каждый раз, получится у тебя что-то сложное сделать или нет, потому что... Ну вот смотри, ну вот, и всё, и всё. В прошлый раз я мимо него проплыл, и он мне ничего не сделал. В этот раз я мимо него проплыл, и у нас всё хорошо. Поехали дальше. Я чувствую, у нас сегодня больше разговорная серия, так что если вы вдруг наслаждаетесь все те 24 минуты, которые идёт серия, я вас поздравляю. Вам надо посходить к психиатру, это ненормально. Вот. Если вы уже это выключили, вы всё равно меня не слышите, так что с вами всё хорошо, поздравляю. Хорошо, поехали дальше. Если вдруг до конца этой серии я реально никуда не дойду, я не смогу пройти дальше, я не смогу съесть вот эту вот воздушную хреньку... Кстати, я не знаю, я же говорю, опять же, без понятия, это только предположительно, что она так работает, и что она даёт воздух для дыхания под водой. Но, типа, какой воздух, сколько воздуха, выветрится он, не выветрится, когда её... Что ты сделал, блин? Сколько этого воздуха, когда её надо есть, её надо держать в руках до последнего, или нужно съесть сразу, чтобы оно как-то дало воздух... Запрыгнешь ты сюда или где? Спасибо тебе огромное. Я пока не знаю, поэтому сейчас вполне возможно, что я просто... Съем эту фигню, я уже не доплыву, я вижу. Не доплыл, офигенно. Выпрыгни, пожалуйста. Выпрыгни, спасибо. Дыши, дыши. Давай, вот. Коноплиное поле. Вот. Поэтому я же говорю, что если мне всё-таки получится добраться до этой травки, не факт, что я всё сделаю правильно. Если я всё сделаю правильно, не факт, что я доживу и доберусь. Поэтому тут очень много. Но давайте так, если я эту серию никуда не доберусь, ну, будем считать это некой ничьёй. Я помучился, проходя это... Выплыви, пожалуйста. Я помучился, проходя это, вы помучились... Смотря это. Ну, вот, по крайней мере, я вижу у него отдышку. Что, типа, даёт мне хоть какое-то... Ну, не то чтобы результат, а хоть... Я вижу, что происходит, когда он дышит. Спасит хоть на этом, блин. Оп. Я ем. Или мне не надо есть? Мне не надо есть. Я держу это в руках. Окей. Поплыли? Я могу с этим дышать. Наверное. Не знаю. Вообще ни разу не факт. Нам вправо? Поехали вправо. Посмотрим, как оно будет. Вот там он можно будет... Наверх я там попасть не могу, да? Там можно просто пожрать. Давайте я сюда поплыву, передохну. Да, тут можно только пожрать и всё. Новая лока. Есть. Хорошо. Я без понятия, что здесь и куда здесь. А допрыгнуть туда... Ну, видимо, придётся как-то... М-м-м-м! Спасибо. Ты не допрыгиваешь. Я очень рад этому. Ну, то есть... А можно наверх как-то забраться? Обратно, пожалуйста. Не отпрыгивай от стены! Не отпрыгивай, я говорю, от стены. Можно как-то... Игра... Ха-ха-ха! Блин, а у него шарики заканчиваются! Я сейчас просажу все шарики, пока я тут барахтаюсь. Я уже их просадил. Они потихонечку просто лопаются. Вон, что-то невидимое поползло. Погоди. Зацепись. А как мне так кинуть копьё? Спасибо. Так, у меня остался один шарик. Я понял, наконец-то, как это работает. Но... Теперь мне это не нравится ещё больше. Потому что... Вылези! Я пошёл сохраняться. Пошло всё нафиг. Сейчас, подожди. Оно же у меня закончилось, да? Да. Я всё сожрал. Ну, в смысле, всё выдышал. Сейчас я похабаю. Я пошёл отсюда. Всё, спи. Вот так, прям на копье спи. Так. Так. Хорошо. За одну серию мы продвинулись... Да, до следующего убежища. Но. Буквально какую-то... Телетюшечку продвинулись. Во-первых. Во-вторых. Ну, по крайней мере, узнает, как работает это... Воздушное говно. Надо было, на самом деле, наверное... Хотя нет, два цветочка брать тоже бесполезно, потому что в рот их засунуть... Эх, можно... Надо было попробовать. Можно ли их в рот засунуть, прикиньте? Ну, сдуваются ли они во рту? Это, конечно, плохо звучит. Но, короче, ладно. Да, с цветочками можно плавать, и они потихонечку высвобождают воздух, и от этого заканчиваются. Там у нас есть два цветочка наверху. Ну, добраться до них вообще дичь нереальная. Радует, наверное, то, что... Стоп, а в смысле радует? А как обратный путь-то? Я же обратно без цветочка не доплыву ни хрена. Я здесь заперт. Ну, или там дальше будет какой-то еще цветочек. Ну, блин. Это прям печаль. Хорошо. Все. Будем тогда на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-побра-побра. Всем молодушек. Всем пока, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok